Здарова, райдеры! Я Макс Морель, это канал Велосклад. Если вы смотрите этот ролик, значит вас интересует что-то кроме политики. Вас начали интересовать велосипеды. И это неплохо, велосипедами сейчас самое время интересоваться. И вот почему. Дело в том, что сейчас на рынке происходит паника. Скупают к чертовой матери просто все. Вообще просто все, что лежит. Приходишь вечером в магазин снимать краткие обзоры, а снимать-то и не о чем. Потому что все скупили, смели буквально с полок. Какие там втулки, какое оборудование, кому какое дело. Потому что кажется, завтра велосипедов уже вообще не будет. Ни в этом магазине, ни в том магазине, ни в другом магазине, ни вообще в этой стороне. Что из этого правда? Стоит ли поддаваться всеобщей панике и нестись быстрее брать? Просто что стоит, лишь бы взять. Кажется, мы это уже проходили. Ровно два года назад, когда началась такая страшная вещь, как пандемия. Когда люди на панике, сквально все сметали с полок. Оказались ли они в этот момент правыми? Окажутся ли они правыми сейчас? Давайте разберемся. Все это основано на фактах, которые я получил от человека, что занимается закупками для нашего магазина. Он контактирует с поставщиками. Он знает приблизительные цены, по которым отгружаются велосипеды со склада поставщика на склад магазина. Итак, что нам удалось узнать? Политическая ситуация повлияет ли на поставки велосипедов? Сейчас мы будем говорить о самых основных брендах, которые представляет велосипедный рынок, но во всяком случае в условиях нашего магазина и нашего города. Что бы ни происходило, всегда хорошо скупались джайанты, треки, кубы, мериды. Итак, что касается политической ситуации, эти игроки пока не высказывались никак. И пока идут отгрузки, пока идут поставки. Но, тем не менее, отгрузок сейчас во многих случаях со склада нет. Дело в том, что вся экономика в долларах. Потому что поставщики покупают велосипеды тоже в долларах. Это валюта, которая относительно нашей более-менее стабильна. Это значит, что поставщики покупают велосипеды у производителя за доллары и продают их в розницу тоже за доллары. Вот эта вот закупочная цена, она формирует, скажем так, будущность компании. Что сюда входит? Сюда входит, во-первых, возможность в будущем по новому курсу закупать велосипеды у поставщиков. То есть, чтобы работать в плюс, чтобы иметь возможность, в принципе, работать, оплачивать зарплату своим сотрудникам, оплачивать логистику, иметь возможность выходить на рынки, поставщики сейчас закрывают свои склады. Потому что они не знают, по какой цене отгружать товар. В условиях, когда доллар относительно рубля сильно уж балансирует, и, к сожалению, рубль показывает пока отрицательный рост, нельзя, будучи на месте поставщика, сказать, по какой цене мы можем отгрузить. Поэтому тактика сейчас у всех единственная, которая логична на данный момент времени. Тактика в ожидании. Все ждут, когда стабилизируется курс, когда он примерно устаканится, когда будет понятно, если мы сейчас по этой цене сделаем отгрузки, не будет ли так, что доллар вырастет относительно рубля еще сильнее? И тот минус, который мы возымеем, продав велосипеды по более низкой стоимости, может ударить по бизнесу. Грубо говоря, может бизнес просто схлопнуться, потому что они продали дешевле, чем им нужно закупить. Они не могут вернуть себе разницу, которая связана с покупкой. То есть на те деньги, которые они выручили, они не смогут купить снова тысячу велосипедов. Они смогут купить только 500 велосипедов. Да, в два раза. И это следующая информация о рынке. Следующая новость о рынке не сильно приятная. Она заключается в том, что велосипеды выросли на 50%. Я ходил по торговому залу, смотрел на мериды, на комплектующих Асеры, которые стоили под 100 тысяч рублей. И это современные реалии. Это страшно. И сейчас, когда происходит такая вот своеобразная паника, когда люди реально пытаются избавиться буквально от денег, купить себе все, что они хотели, пока они совершенно не обесценились, они, конечно же, покупают в том числе и велосипеды, и не сильно обращают внимание на комплектующие. Поэтому, когда я снимаю сейчас обзоры про трек Марлин 5, еще про что-то, я думаю, боже, а так ли это уж прям необходимо? Потому что люди сейчас хотят купить просто что-нибудь. Лишь бы оно было. Казалось бы, ладно, что нам там эти зарубежные байки? У нас и свои неплохие. Сколько отцы катались на наших родных велосипедах, сделанных из настоящего чугуна. Чугуна, ну ладно, из стали. Но катаются же, катаются до сих пор. Так давайте ударим по этому рынку отечественной велосипедной продукции. Но тут, к сожалению, все тоже не так просто, потому что и отечественные склады пока отказываются продавать в розницу свои велосипеды, пока все приостанавливают продажи. И это снова завязано на курсе доллара. А отгрузки велосипедов сейчас идут крупным игрокам. Магазинам, которые задолго до начала всех этих страшных событий были настолько прозорливы, что вложились. То есть они внесли большую такую деньгу на предоплату, чтобы впоследствии получить одним из первых новые бренды, новые поставки, новые линейки. И сейчас по этим договорам идут отгрузки. То есть все те, кто еще ранней осенью занес большую сумму на склады поставщиков с тем, чтобы получить от них большие объемы велосипедов, сейчас их получают. В частности, могу похвастаться, что и у нас ассортимент есть. Мы работаем и с зарубежными коллегами, и мы работаем с нашими отечественными брендами. Что касается аксессуаров. Тут такая же совершенная история. Кто успел заранее закупиться аксессуарами, тот имеет на своих складах большие объемы. Все остальные, кто не успел, работают с открытым складом. Это значит, что ты приходишь к поставщику, говоришь, сколько тебе единиц товара нужно, и он тебя отгружает. Либо ты просто оформляешь у себя сайт, где есть как бы все, но ты по запросу клиента отправляешься на склад и выкупаешь у склада необходимых тебе позиций по определенной складской цене. Но сейчас, опять же, вся эта музыка приостановлена. Все ждут, чем закончится вот это вот 30 сайне доллара, и в это, к сожалению, все и сливается. Что же делать простому покупателю в этих реалиях? Конечно же, идти в крупные торговые точки, которые занимаются продажами велосипеда. Пока что там что-то будет еще в наличии, но вы должны понимать, что на момент, когда я снимаю это видео, это просто маковка, это пик ажиотажа. Сейчас сметает все, и если у вас есть деньги, если вы хотите их потратить на велосипед, то лучше потратить их на велосипед сейчас. Это не значит, что я призываю вас срочно тратить бабло, но если вы меня спросите, Макс, какой велосипед купить, я вам отвечу, тот, который есть в наличии, в вашей ростовке, который вписывается в вашу сумму. Да, сейчас в процессе монтажа этого видео я еще подумал над тем, что бы можно было посоветовать приобрести. Сейчас лучше всего приобретать те бренды, которых меньше всего в наличии, которые могут быть в дефиците. Это прежде всего трек. Трек сейчас, у него очень большие трудности с логистикой у поставщиков, поэтому он идет. То есть нет такого, что тоже там как-то замешана политика. Политики нет, есть проблемы в логистике, которые связаны еще с пандемией. Они до сих пор не могут отплеваться от тех показателей, на которые они вышли еще в те далекие, но прекрасные времена. Поэтому они вот эту проблему сейчас решают, плюс еще у них там серьезные траблы с Шимана, у трек не хватает. Они делают прежде всего на внутренний рынок, на свой рынок. Потом они уже делают для остальных рынков. Поэтому трек в первую очередь. Кубы мне сказали еще вот более или менее нормально. То есть если вы собираетесь взять Куба, может вам еще и есть смысл о чем-то подумать. Любой байк, который вы вот присматривали себе, он действительно может быть интересен не только вам, а большой группе покупателей. И может статься, что просто если у вас стандартный рост, там метр 175, там метр 80, то вашей ростовки может просто не быть. Если вам нужны не такие прям популярные размеры велосипедов, вам нужен там какой-нибудь размер S или XS, или наоборот Elk какая-то или XL, то возможно такие модели еще будут висеть. Однако я подозреваю, что многие покупатели сейчас начнут заниматься так называемым дербаном. Но это модная тема среди чуваков, которые занимаются прокачкой велосипедов своих. Они покупают какой-нибудь дорогой байк, обычно это происходит в складчину, берут прям, ну реально вот, нет ростовки, да и пофигу, абсолютно. Они с него снимают всю комплектацию, какая на нем есть, распределяют между собой по условной договоренности и уже прокачивают свой велосипед. Остатки сливают, соответственно. Поэтому возможно Elk сейчас каких-то SS, XS может тоже не быть. Нужно ли переждать, когда все закончится? Некоторые покупатели так и думают, что сейчас самый пик, сейчас самая жара, сейчас самый ажиотаж, а вот потом можно будет закупать велосипеды. Не уверен, что сейчас на современном рынке покупателям в розничных магазинах стоит ожидать каких-то невероятных скидок. Сейчас, с учетом вот этих вот всех реалий, с учетом непоняток в плане поставок, сложно прогнозировать, что будет дальше. Какие-то бренды все еще отгружаются, потому что к ним также, они также заранее оплатили необходимое количество товара, он сейчас к ним идет и расходится по розничным магазинам, которые заключили договора еще тогда, в начале осени прошлого года. Но что будет со следующими линейками, пока не ясно. Логистика усложняется. И в связи с тем, что усложняется логистика, соответственно усложняются все-все-все вот эти вот механизмы, которые связаны с тем, чтобы ваш велосипед с конвейера приехал к вам домой. Поэтому цена на велосипед, к сожалению, будет расти. Лучшее время, чтобы купить велосипед сейчас. Но что делать тем покупателям, которые хотят приобрести себе велик, но не имеют денег? Ребята, не сочтите за рекламу, здесь не будет появляться никаких рекламных баннеров, карточек, названий, боже упаси. Но рассматривайте кредитные предложения как инструмент. Лучше всего рассрочку, потому что в этом случае процента, который будет получать банк, потому что рассрочка – это кредитное предложение, будете оплачивать не вы, будет оплачивать магазин. Но даже если вы будете пользоваться потребительским кредитом, возможно, что сейчас все еще тот процент, который предложат вам, будет все еще приемлемо. И на момент, когда вы расплатитесь за свой велосипед, зафиксировав ту цену, которая есть сейчас, вы окажетесь в плюсе, потому что велик, скорее всего, станет еще дороже. Те ребята, которые брали еще в декабре, а может быть и в январе, велосипеды в рассрочку, велосипеды в кредит, даже имея какие-то дикие, бешеные проценты, они оказываются сейчас в выигрыше, потому что то, что происходит сейчас с экономикой, к сожалению, сильно, очень сильно влияет на ценники, и вы сами это видите. Поэтому сейчас для покупателя розничной продукции такой инструмент, как кредитование, является одним из самых выгодных и самых лучших, потому что пока вы накопите на байк мечты, он уже, во-первых, уйдет, а во-вторых, он станет значительно дороже. Если вы студент, если вы живете там от сессии до сессии, от зарплаты до зарплаты, это не ваша тема. Если вы уверены в себе, уверены, что завтра вы будете все на том же рабочем месте, да, стоит рассматривать. Но риски сейчас очень велики, поэтому это не идеальное решение. Новая реальность заключается в том, что сейчас за довольно-таки большие деньги велосипеды будут все более такого не самого приятного качества. Мы надеемся, что все-таки крупные игроки останутся с нами, они не уйдут, и мы будем также радовать вас такими брендами, как Merida, Giant, Cube, все то, к чему мы привыкли. Если приедут какие-то другие бренды, но это будет замечательно. Спрос рождает предложение, мы надеемся, что сможем вас порадовать хорошим предложением, потому что райдеры должны кататься, должны наслаждаться жизнью. Я уверен, что все негативное, что происходит сейчас, оно рано или поздно закончится, и мы останемся с тем, с чем жили сейчас. Поэтому давайте сохранять достоинство, давайте сохранить уважение друг к другу, давайте сохранять человечность в конце концов. Все мы участники одной и той же гонки, которая называется жизнь. Все мы рано или поздно пройдем к финишу, поэтому, как я уже говорил в соцсетях, давайте финишировать достойно. Я Макс Моррель, это канал «Велосклад». Комментарии пока все еще будут отключены, потому что, как я говорил сейчас, каждое слово можно приравнять к выстрелу, и я не хочу, чтобы кто-то кого-то ранил. Особенно я не хочу, чтобы это происходило у меня в комментариях. Все мы едины. Нас объединяет спорт, природа и хорошее настроение. И я верю в то, что у вас все будет хорошо, и все наладится. Если вы хотите обсудить со мной какие-то ситуации, какие-то моменты, помните, что у меня есть соцсети, они все еще работают, вы все еще можете писать мне в личку, и я постараюсь отвечать сейчас каждому, хотя, конечно, очень большой вот накал страстей. Кто-то спрашивает про велосипеды, кто-то спрашивает про еще что-то. Стараюсь со всеми пообщаться, каждого приободрить. Друзья, все будет классно, а я по-прежнему буду вести для вас этот канал на YouTube, хотя я не знаю, какая будущность у этой платформы. Это Макс Моррель, канал «Велосклад». Ребята, до новых встреч. Всего вам самого лучшего. Пока.